сих но продолжая как бы того что мы в одессе живем вот на одной из одесских магистралей вот была написана такая фраза бог умер и подпись ницше вот и кто-то из одесситов ниже подписал что ницше умер подпись бог очень правильно подписал да и на самом-то деле никто не остается вот безучастным в таких вот моментах а вот часто центре города смотрю что на протяжении уже там многих лет вот есть другая надпись неважно какой религии ты принадлежишь главное чтоб ты был хорошим человеком как этому относиться но это в общем-то хорошая надпись хорошая надпись действительно важно чтобы ты был хорошим человеком главное чтобы хорошим человеком только первую часть надо бы обдумать хорошо а действительно ли не имеет значения какой религии ты принадлежишь ведь для чего быть хорошим человеком с одной стороны хорошим человеком надо быть для того чтобы в обществе тебя любили принимали чтобы ну хорошим людям хорошо относятся хотя выигрывают чаще всего плохие люди нехорошие люди поэтому это какое-то удивительное свойство зло побеждает а в конечном счете верху оказывается добро добро окажется в конечном счете финальным победителем зла то есть добро действительно хорошо надо делать добро надо быть хорошим человеком только нет гарантии что если ты будешь хорошим человеком ты получишь от бога благословение вот этого гарантии никто не дает и поэтому сказать что все равно что будь хорошим человеком и верь во что хочешь это ошибочно ошибочно потому что у бога есть свои стандарты мы пытаемся прийти к нему с нашими пониманиями что самое главное быть хорошим человекомuche наше понимание а у бога может быть другое понимание а какое понимание у боли а откуда вообще мы можем знать понимание которое есть у бога да действительно ты как надо его встретить и спросить какое у бога понимание но мы остались мы можем по определению но что он инаковые он совсем другой поэтому единственное что у нас остается, это его откровение. Если он захочет и даст нам откровение, то мы будем знать, какие у него стандарты, какие у него требования. И вот к нашему счастью он дал откровение. То есть, другими словами, мы обращаемся к Библии. Да, мы обращаемся к Библии. Хотя, вот те, которые пишут такие заявления на стенках, что надо быть хорошим человеком, они к Библии не обращаются. Они обращаются к другим источникам. Я обращаюсь к Библии и уверяю, что только Библия дает стандарт, который Бог положил. Почему я так думаю? Ну, несколько очень простых доводов у меня есть. Ну, первый довод. Библия меняет человека. Никакая другая священная книга человека не меняет. Можно читать Тепитаки, можно читать Веды, можно читать, там, скажем, Зароастрийские книги, Овесту или другие очень умные и древние книги, но ты не изменишься. Ты услышишь, увидишь интересные вещи, очень яркие афоризмы, но измениться человек от них не изменится. Но как же мы говорим, что все-таки книги влияют на людей, вот, меняется каким-то образом их мышление, меняется их жизнь, вот, меняются привычки. Да, но это только делает тогда человек, когда он под влиянием этих книг принимает какие-то решения и хочет жить соответственно с этими стандартами. Сегодня люди не хотят жить соответственно с этими стандартами, потому что общество навязывает стандарты гораздо сильнее и ярче, чем их предлагают книги. Конфуции предлагают свои стандарты, а общество вам скажет, что живи иначе. Хорошо, так в итоге получается, как бы, что же Библия говорит, что такое быть хорошим человеком? Да, а Библия говорит, что надо быть не просто хорошим человеком. Библия говорит, что Бога стандарт совсем другой. Стандарт Бога, если ты идешь путем Иисуса Христа, если ты веришь в Иисуса Христа, принимаешь Его учения, принимаешь Его жизнь, меняешься в соответствии с этой жизнью, вот тогда ты можешь быть угодным Богу. Это то, что Бог говорит. То есть важно быть в итоге хорошим человеком не просто для себя или для окружающих, а важно в первую очередь быть хорошим для Бога, именно с Его точки зрения. Да, с Его точки зрения, с Его стандартов. И эти стандарты изложены в Библии. И эти стандарты говорят, что первая хорошесть, которая есть у нас, это хорошесть, которая приходит по вере. Эта хорошесть тогда приходит, когда я меняюсь, принципиально меняюсь. Не просто я воспитываюсь, социально воспитываюсь. Ну, я прочитал, какие требования есть в какой-то книге и пытаюсь их выполнить. Библия совсем иначе подходит. Она не предлагает просто стандарты, говорит, ну, попробуй выполни. Они невыполнимы, стандарты Библии. Почитаете стандарты Иисуса Христа на горной проповеди? Ну, какой человек может выполнить эти вещи? Ну, быть нищим духом, или там не смотреть по сторонам с вожделением, или не говорить какие-то слова огорчительные для других. Это невозможно выполнить. И невозможно выполнить, если выполнять собственными силами. Но если Христос поселяется в сердце, то тогда появляется возможность выполнить это. Он дает силу. И тогда человек может становиться хорошим человеком по-настоящему с точки зрения Бога. И с чего все начинается? То есть начинается с того, что я начинаю читать Библию, и эта книга меня незримо меняет? То есть со мной происходят вот эти вот изменения, преображения? И так, и не совсем так. Да, начинаем с того, что читать Библию надо. Читаем Библию, но не надо рассчитывать, что будет автоматически происходить преображение. Они не происходят автоматически. Надо принять сердцем. Надо открыть уши, как говорит Священное Писание. Надо отверстнуть глаза. Надо открыть свои глаза и увидеть. А для этого необходимо что-то. Здесь есть два фактора, которые помогают открыть глаза. Во-первых, это действие благодати Божьей. Если человек своими силами читает Библию и пытается покаяться, ничего у него не выйдет. Без Божьей благодати, без Духа Святого, человек не может стать хорошим человеком по-настоящему. Он может быть хорошим человеком некоторое время, он может проявлять хорошие поступки, но хорошесть с точки зрения Бога он не обретет. А вот тогда, когда человек по-настоящему прикоснулся к Библии и Дух Святой ему открыл, вот тогда человек может принять или не принять в этот момент то, что говорит Библия. Может принять Слово Божие или не принять? То есть вот этот автор, который написал эту фразу, он скорее всего имеет в виду, что достаточно человеку делать постоянно добрые дела, наполняться этим добрым делом, и вот этого, видимо, от количества этих добрых дел, вот, и Бог уже будет, да, смотреть, да, обращать внимание. Да, будет спасение. А мы говорим, что нет, дорогой мой, не будет этого. Ты будешь хорошим человеком, это приятно, это хорошо, но без Христа ничего не получится. Спасибо большое, Сергей Викторович. Спасибо вам, телезрители. Вот рады были сегодня с вами пообщаться. Присылайте ваши вопросы, мы их обязательно обсудим. Слава Богу. Спасибо.